Всем привет! Два года назад я приняла решение поступать на факультет социологии, поступила, проучилась два года, и мне теперь есть что сказать. В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом обучения на социологии за те два года, которые я проучилась. Вот на сегодняшний день я проучилась два полных курса, четыре семестра, мне предстоит еще два года. Конечно, более полную картинку я буду иметь, когда уже буду заканчивать университет, то есть через два года, но я решила, что все-таки важно для меня сейчас закрепить какие-то мои имеющиеся уже на сегодняшний день знания и дать понять, что такое вообще социология приблизительно из своего опыта для тех из вас, кому поступление актуально вот прямо сейчас или же в ближайшее время. Возможно, где-то в глубине души я надеюсь на то, что это видео будет просто вечным ответом на вопрос, который поступает по сей день почему-то, на кого я учусь и как я выбрала это направление. Как вам, кстати, обстановка? Это прям напоминает мне мои видео в 2020 году, когда я вставила вот эти часы всегда на фон. Маулида не может обходиться без дисклеймеров, поэтому дисклеймер. Я учусь в Назарбаев университете и говорить могу только исходя из своего опыта обучения именно в этом университете. Обучение проходит на английском языке, очень много преподавателей и иностранцев, которые приезжают с других стран, чтобы преподавать свои программы здесь. И я думаю, что это уже о чем-то говорит, о том, что, возможно, мой опыт будет немножко отличаться от того, что вы можете увидеть в других вузах. Просто говорю, чтобы вы имели это в виду. В этом видео я говорю только исходя из своего опыта обучения. Давайте начнем с того, что такое социология как наука. И да, социология — это социальная наука, это наука об обществе. В рамках социологии общество — это группа людей, которых объединяет территория, взаимодействие между собой и какие-то культурные особенности. По сути, социология изучает, как вообще эти группы между собой взаимодействуют, как в разных группах происходят разные процессы, например, браки или отношения к работе, или отношения с едой. Социология не отвечает на вопросы, социология просто изучает это и говорит о том, что вот бывает вот так, бывает вот так, а вот было вот так, и потом оно провело вот к такому. И вот поэтому сейчас как бы мир работает вот так, как он работает. С моей стороны, вот одна из самых важных штук, которых я усвоила за время обучения, это то, что общество состоит из определенных структур. Эти структуры выгодны не для всех, и именно они приводят к неравенству. Неравенство — это вообще большая тема в социологии, я сама заметила, что она из курса в курс повторяется, то есть о чем бы мы ни говорили на курсе, все равно тема неравенства, она как-то проскальзывает. Предлагаю посмотреть на курсы, которые я брала за эти два года по социологии, и может быть это даст кому-то более четкое понимание о том, ну вообще, что изучается на этом направлении. Итак, курсы, которые я брала. Я брала введение в социологию, это Sociology 101, Intro to Sociology, по-моему. Я брала курс про расы и этническую принадлежность, работа и общество, еда и общество, брак и родство. Я брала курс про социальные неравенства и также курс, который называется «Методы исследования в социологии». В социологии вообще во многом про ресерчи, про проведение исследований, про постоянное изучение того, как вообще общество функционирует. И вот такой курс, по-моему, он считается, да, не по-моему, а точно, он считается обязательным на моем факультете, в моем университете. Вообще рекомендация от будущей третьекурсницы для тех, кто только выбирает вообще направление, выбирает университеты. Заходите на сайт университетов и читайте, про что их направление. В том же Назарбаев университете, на их сайте есть страницы про социологию, есть страницы про другие направления на их сайте. И я просто опиралась как раз-таки на вот это описание, и оно меня в свое время привлекло, и, в общем-то, не разочаровалось, все оказалось так, как оно и написано. Поэтому мой совет — заходите на сайт университета, листайте, читайте, не бойтесь и не ленитесь это делать, потому что это ваше образование, это ваше будущее, и нет ничего зазорного в том, чтобы пытаться подробнее узнать про то, с чем вы будете иметь дело в ближайшие несколько лет. Давайте поговорим про то, как я вообще выбрала социологию, как меня вообще занесло в это направление, как я тут оказалась, короче. Вы много меня просили рассказать вам о том, как я определилась с направлением, как вообще я к этому пришла, и я понимаю, что когда ты учишься в средней школе, либо даже в старших классах, очень сложно понять, как вообще люди определяются с чем-то, потому что столько вариантов и столько опций. Начнем с того, что мне с довольно ранних классов было понятно, что я не технарь, что точные науки — это вообще не про меня. Я со слезами закрывала математику, со слезами мне давалась физика, химия. Все было понятно уже тогда, давным-давно, что я гуманитарий. Хотя, от себя добавлю, мне не нравится это разделение, я считаю, что нет какой-то природной, не знаю, природного предопределения твоего мозга, что вот он тянет только такое. Если натренироваться, мне кажется, это все возможно, если сильно захотеть, короче, можно хоть что. Но просто в моем случае мне никогда и не хотелось покорять точной науке. Меня всегда тянуло к письму, к чтению. Я всегда была за вот такое вот подумать, порассуждать, аргументы попривести и вот это вот все. На ЕНТ я сдавала биологию и географию. Получается, по казахстанским меркам биология и география сдается, если ты поступаешь на психологию. Несмотря на то, что это все выглядит как такое совпадение, так оно и было на самом деле. Мне всегда была интересна психология. Моя мама педагог и поведенческий аналитик. И, в общем, я уже с такого осознанного возраста знала, что меня так или иначе в эту сторону тянет. И, если что, я бы хотела учиться на психолога. Потому что у меня рядом был живой пример не психолога, но человека близкого к этой сфере. Помимо этого, я активно проходила профориентационные тесты. Нам их давали в школе периодически. Я сама их гуглила, искала и тоже проходила. Потому что хотелось понять, куда меня тянет. Хотелось немножко более подробно, что ли, узнать про свои какие-то качества, чтобы понять, куда эти качества можно пристроить, в какое направление мне бы было интересно пойти. И я тогда как раз поняла, что меня в целом тянет в социальные науки, либо в какие-то хелперские профессии. Та же самая психология, не знаю, психотерапевт, психолог-консультант и так далее. И если вы тоже хотите пройти такой тест, то хочу рассказать вам про профориентационный тест от образовательной платформы Skillbox. Это бесплатный тест, и он может вам помочь, если вас привлекают профессии именно в диджитал пространстве. Просто вы пока не знаете, какое именно направление. Потому что это тоже довольно широкое, широкое понятие. Мне кажется, для определения своей будущей профессии очень важно понимать себя, какие у вас ценности и какие у вас приоритеты. И благодаря тесту от Skillbox вы как раз можете определить целый список подходящих вам диджитал профессий, которые совпадают с вашим характером и с вашей личностью. Результат этого теста не обязательно будет связан именно с программированием или маркетингом, потому что, мне кажется, это первые две сферы, которые приходят на ум, когда думаешь про диджитал профессии. Это довольно широкое поле, тут нет ограничений. И чем этот тест будет вам полезен? Тем, что он поможет вам признать какие-то свои способности и сориентироваться, в какой сфере вам было бы интересно строить карьеру. И как приятный бонус, тот, кто пройдет этот тест, получит три дня доступа к курсам на Skillbox и также сертификат налиналом в 5000 рублей на обучение. За эти три дня вы как раз сможете опробовать материалы курса, просмотреть видеоуроки и, возможно, после этого продолжить обучение по тому направлению, которое вы для себя выберете. За подробной информацией переходите по ссылке в описании к этому видео. И самое главное, помните, что поиск профессии — это не так страшно, как может казаться. Если есть возможность узнать что-то подробнее про себя и про свои интересы, то, мне кажется, это только на пользу. Я вот сейчас смотрю на свою историю, я выбрала направление и понимаю, что это правда был целый путь. И какие-то маленькие штуки, которые случались со мной на протяжении моего школьного образования, привели меня в итоге к тому, что я выбрала именно социологию. Как-то интересно смотреть, что не то чтобы закономерно, но просто что-то тебя приводит в итоге к тому, что тебе нравится. Плюс к этому в старших классах я также разговаривала с людьми, которые обучались именно на социологии. И я спрашивала у них совета, спрашивала про их опыт вообще, как им было в этом направлении. Ну и в основном получала такое что-то усредненное представление о том, что такое социология. Тоже это как-то помогало мне. Поэтому если есть возможность, то советую также общаться с людьми, которые закончили то или иное направление, которое вам интересно. Я вам тоже, конечно, смогу все это рассказать, но, к сожалению, только через два года. Поэтому если есть рядом те, кто прям полностью все четыре года проучился, то спрашивайте. То есть в целом социология, она проходила такой красной нитью через мой процесс поступления, потому что поступала я на психологию и думала в основном только про психологию. Но вариант социологии тоже в моей голове присутствовал как план B. Более подробно про мой процесс поступления можете узнать в том видео от 2020 года. Оказалась на социологии и надо сказать, что не жалею. И пока не было момента, чтобы я подумала, блин, надо было все-таки, надо было все-таки, нет. Я в целом, думаю, в гармонии нахожусь со своим направлением. И ни разу не было у меня мысли все бросить. Нет, были мысли все бросить, но все бросить в глобальном смысле вообще, типа не учиться, не заканчивать. А вот именно про направление, к направлению у меня претензий нет. Много историй слышала, когда люди переводились после первого года обучения, после второго года обучения. Меняли как-то направление, но у меня такого желания не было, не возникало. Что я узнала за два года обучения на социологии? Во-первых, это то, что очень-очень много нужно читать и очень много писать. В моем университете большинство курсов по социологии, по крайней мере те, которые я брала, которые я назвала до этого, предполагают из себя 15-30 страничные еженедельные рейдинги, тексты, исследования, статьи, которые потом нужно как-то резюмировать, обсудить на лекции. И в качестве финальных работ, как правило, это, опять же, 5-6 страничные эссе. Double spaced, но все же. Это все же значительное количество текста. Особенно если ты берешь 5 курсов, и во всех из них тебе нужно в качестве финальной работы в неделю экзаменов сдать 5-6 страничные эссе. Поэтому если в вашем университете есть возможность выбирать для себя свое расписание, выбирать для себя свои курсы, в моем университете именно так. То есть нам вначале дают список предметов, которые нужно закрыть обязательно, и все остальное мы можем выбирать сами. То есть каждый семестр мы составляем себе расписание сами. Если у вас так, то советую миксовать. Я не знаю, как чередуются предметы в университетах, где расписание выбираете не вы, а составляется все за вас. Но в общем и целом, я думаю, это все равно будет правдой, если я скажу, что социология — это про чтение и это про писанину. Очень-очень много. Будьте к этому готовы и просто знайте это. Даже если курс берет направление на какую-то более узкую тему, например, не знаю, работа и общество или брак и родство, базовые социальные теории все равно остаются, и они все равно имеют значение даже в этих направлениях. Поэтому такой коротенький совет в начале, когда вы только-только изучаете базу, учите эту базу хорошо, потому что она вас будет преследовать, она вам нужна будет просто на протяжении всей учебы. Остальной контент курсов, на моем опыте, опять же, это исследования и какие-то статьи по конкретной теме, которые рассматривает этот курс. И вот эти статьи, они уже читаются на месте, разбираются на месте, но базовые теории остаются теми же самыми. Что еще я узнала, обучаясь на социологии? Знания про общество помогают мне с пониманием относиться ко многим явлениям в этом обществе. И я думаю, что я стала более реалистично вообще смотреть на мир. Вообще базовый такой тезис про социологию, чем больше ты узнаешь про общество, тем сложнее тебе становится что-то понимать вообще. И я стала с недоверием относиться к лозунгам таким простым, мотивационным, вроде «Успех зависит только от тебя», «Просто выйди на улицу и просто найди работу», потому что все гораздо сложнее устроено на уровне структур. Социология дала мне понять, что всегда есть очень много факторов, которые влияют на положение определенной группы в обществе, тем более на положение одного человека. И когда ты постоянно про это читаешь, про то, что вот есть много факторов, узнаешь, какими эти факторы могут быть, глядя на одну группу людей или на одного даже человека, ты уже не будешь класть всю ответственность за то, в каком положении этот человек оказался, на него. Потому что этот человек существует не в вакууме, он не просто так появился, он существует в обществе, эта группа находится в еще более глобальном обществе. И то есть было очень много событий и явлений, которые привели человека к тому, где он сейчас. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим тезисом, но мне кажется, что в целом любая социальная наука, она не отвечает на вопрос «Вот это хорошо, вот это плохо» и не говорит, что вот так вот правильно, вот так неправильно. Я не знаю, насколько это правда, но просто по моим впечатлениям, социология, по крайней мере, это про наблюдения, про какие-то выводы на сегодняшний день. Но опять же, поскольку общество постоянно меняется и приходит что-то новое, эти все выводы, они постоянно оспариваются и приходят новые. Поэтому, как мне кажется, ходит разговор про то, что социология как диплом, то есть иметь корочку, на которой написано «Выучился на социологию», это не очень успешно и это не очень применимо, потому что непонятно, куда потом с этой корочкой идти, кем работать. Я для себя решила, что мое направление в университете не должно определять, кем я пойду работать дальше. Для меня образование и высшее образование именно — это способ получить навыки, способ получить какие-то знания, которые я бы сама, например, могла бы узнать, возможно, но мне пришлось бы для этого много копаться, много где-то какие-то библиотеки искать онлайн. А здесь мне в моем образовании уже построена программа, мне дают эти все материалы, и я изучаю. Так как мне еще два года обучения предстоит впереди, для меня все еще открытый вопрос, с кем я буду работать, и я пока об этом суперсерьезно не задумывалась. Может быть, в этом, не знаю, моя промечивость какая-то, но я просто считаю, у меня нет тревоги по этому поводу, наверное, так. Я просто считаю, что, правда, если я захочу, то я свои знания, навыки смогу пристроить там, где мне будет интересно это пристроить. Мне не очень нравится подход, что вот кем выучился, тем и должен работать, и если у тебя на дипломе не написано ничего конкретного, то ты тогда никем не можешь работать. Нет, я так не считаю. Опять же, работать можно там, где тебе интересно и там, где твои навыки могут быть полезны, вне зависимости от того, что у тебя написано на дипломе. Исходя из моей истории поступления, что я изначально поступала на психологию, а потом попала на социологию, вас также интересовал вопрос, похожа ли социология на психологию. Конечно, да, не мне давать определение, но, как я для себя поняла, грубо говоря, психология — это про человека и процессы в человеке, то есть про эмоции его, про переживания, а социология — это про общество, про социум и процессы в этом социуме. Для себя лично, что я пока поняла на сегодняшний день, если я планирую поступать на психологию дальше и продолжать учебу в этом направлении, пока что не знаю вообще точно ли это будет все происходить, но такие мысли есть, это мой, как бы, один из вариантов дальнейших событий в моей жизни, то в таком случае социология будет мне только в помощь. Мне очень нравится понимать, как работает общество, и вот знания из социологии как раз-таки мне это дают, и помогают увидеть человека на более таком, в более глобальном контексте, наверное, чем просто его жизнь и просто его переживания. Плюс еще, кстати, есть направление социальной психологии, я пока еще не вдавалась подробно в это, но интересно узнать и интересно про это почитать. Вкратце поговорю про то, что мне еще предстоит, что я еще не пробовала в своем обучении. Я не пробовала, и мне предстоит участие в ресерче, в исследовании как ассистент. Поскольку профессора в университете занимаются все равно этой наукой, помимо того, что они преподают, они также проводят исследования, и в моем университете есть возможность присоединиться к какому-то из профессоров, к какому-то из его исследований и помогать ему. Это я пока не пробовала, но видела очень много примеров вокруг себя, знакомые, которые в этом участвовали, и думаю, что это было бы для меня тоже полезным опытом, скорее всего. И еще одна штука, которая мне предстоит пройти, и я думаю, что я все-таки хочу ее попробовать, несмотря на то, что у меня уже есть работа на сегодняшний день, я работаю блогером, блогером, но я думаю, что попробовать стажироваться с потенциальным трудоустройством в компаниях по специальности я бы все равно хотела, по крайней мере, вот на сегодняшний день у меня есть такие планы. Это тоже все мне предстоит, наверное, после третьего курса. Я за это видео уже нечисленное количество раз сказала слово социология и слово общество, поэтому вот мне сейчас уже, через два часа съемки, я уже не понимаю, где правда, где ложь, поэтому если вы тоже учитесь на социологии, то напишите в свое какое-то понимание этой науки, что вы про это думаете, про что социология. Я думаю, что все вместе мы сможем какую-то единую формулу составить, близкую к реальности для тех, кто сейчас выбирает это направление и думает над ним. Мой опыт, опять же, является только моим опытом и может не отражать всей картины, поэтому ваш фидбэк только приветствуется. Если вы знакомы с этим направлением, то пишите. В конечном счете хочу сказать, что ваше направление не определит вашу всю дальнейшую жизнь до самого конца. Вы вольны всегда это направление менять, вы вольны менять свои интересы, направление, опять же, в работе, в профессии, в карьере. Всегда это все поддается изменениям. Надеюсь, что это видео послужило таким знаком, что напряжение по поводу того, кем быть, кем работать и кем учиться, это такой вопрос, который всегда можно себе задавать и который всегда поддается изменениям. В общем, как-то так. Не давите на себя, пожалуйста, слишком сильно, потому что в любом случае вы справитесь. Задавайте свои вопросы, если они у вас есть, постараюсь ответить. И мы с вами увидимся в следующем видео совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok